Куда вкладывают деньги немецкие миллионеры и откуда берутся их миллионы? Об этом мы поговорим в этом видео. Примерно 1% всех жителей Земли принадлежит половина всех богатств. При этом совокупное состояние почти 4 миллиардов человек оценивается менее чем в 1% от совокупности капитала. Богатые и бедные существуют во всех странах. В самых отсталых есть богачи и в самых развитых есть нищие. Германию отсталой не назовешь. Между прочим, по количеству миллионеров Германия находится на четвертом месте в мире. И если взглянуть на количество социальных программ, очевидно, что о настоящей нищете говорить в Германии не приходится. И тем не менее, огромная разница между бедностью и богатством как неопромержимый факт присутствует и в Германии. Давай взглянем на цифры, которые были опубликованы в исследовании немецкого института экономики Deutsche Institut Wirtschafts. В этом видео я представлю наиболее интересные, на мой взгляд, выводы из этого исследования. Первое. Как распределено богатство среди населения Германии? Второе. Кто такие немецкие миллионеры? Сколько им лет? Сколько среди них мужчин и женщин? Где они живут? Какие позиции занимают? И тому подобное. Третье. Каким образом они управляют своими капиталами? Иными словами, что является источником их богатства и куда они вкладывают свои деньги? И, наконец, четвертое. Как отличается стратегия вложения собственных средств среди самого богатого слоя и половины населения в Германии? Итак, посмотрим вначале, как распределено богатство среди населения. Согласно новейшему исследованию немецкого института экономики, 10% населения Германии принадлежит примерно 64% всех ценностей, находящихся в частной собственности. Здесь и далее я буду говорить о нету капитале, то есть стоимости всех ценностей, включая денежные средства минус долговые обязательства. В эти 10% входит 1% богатейших людей, которые объединяют под своим управлением 35% всего частного капитала. Около 1,5% взрослого населения Германии владеют капиталом в 1 и более миллиона евро. А если поделить весь частный капитал на всех жителей Германии, то мы получим среднюю цифру в 127 тысяч евро на человека. У кого из вас уже есть 127 тысяч евро? Поздравляю, ты пересек границу и осталось тебе еще совсем немного. Но в реальности эта цифра, конечно же, ни о чем, поскольку она не отражает огромный дисбаланс между богатством и бедностью. Помнишь, о 10% в руках которых сосредоточено почти 2 трети всего капитала? Поэтому намного важнее с точки зрения отражения реального положения дел является такое статистическое понятие, как медиана. Именно медиана используется в большинстве случаев для оценки различных величин, где количественное распределение очень неравномерно. В нашем случае медиана рассматривает величину капитала на человека, которая находится ровно посередине, так что одна половина населения менее богата, чем медиана, а вторая половина более богата. Так вот, состояние такого гипотетического человека, который находится как раз на медиане, оценивается в Германии в 22 тысячи 800 евро. То есть половина населения Германии имеет в своей собственности ценностей на 22 тысячи 800 евро или меньше того. Но вообще-то многие из этих людей сильно обрадовались бы такой сумме, потому что в реальности среди этой половины населения большая часть, а именно 10% имеет вообще накопление со знаком минус, что означает, что их долги превышают поступающие доходы. Так что средняя величина накоплений среди всех людей этой группы составляет 3682 евро на человека. А средняя стоимость состояния 1,5% населения, то есть миллионеров, составляет около 3 миллионов евро на человека. Для полноты картины добавим, что между 1,5% верхушки и 50% нижней категории находятся еще как минимум 2 прослойки. Это верхний средний слой от 51 до 75% населения выше медианы и слой состоятельных или богатых людей от 76 до 89,5%. В категории верхнего среднего слоя ситуация выглядит уже существенно иначе, чем в группе малоимущих. Средняя статистическая величина накоплений составляет в этой категории около 74 тысяч евро на человека. А состоятельные люди владеют в среднем капиталом в размере 297 тысяч евро. Так выглядит по последним оценкам ландшафт частного капитала в Германии. А теперь давай вернемся к нашим дорогим во всех отношениях миллионерам. Кто эти люди? Миллионеры, часть из них даже мультимиллионеры и совсем небольшая доля миллиардеры. Я думаю, ты не сильно удивишься, узнав, что большинство из этих людей не так уж, чтобы сильно очень молоды и в основном мужчины. Около 40% из них старше 65 лет. 37% находятся в возрасте от 50 до 65 лет. 23% от 25 до 49 лет. И всего лишь 1% от 18 до 24 лет. При этом только 31% из всего количества миллионеров в Германии это миллионерши, то есть женщины. Не секрет, что уровень экономического развития в так называемых новых землях Германии, то есть территориях бывшего ГДР, в большей или меньшей степени не отличается от такого в западной части Германии. И в этом обзоре мы видим следующее. В то время как на территории бывшего ГДР проживает более 20% от количества малоимущего населения, из группы миллионеров здесь укоренилось пока только 6%. Также фактор миграционных корней, согласно этому исследованию, играет отнюдь немаловажную роль. Если среди населения с низким доходом 31% являются мигрантами или потомками мигрантов, в среде миллионеров таких людей в 2 с лишним раза меньше, то есть 14%. Хорошо, хорошо, Илья, я все понял. Скажи лучше, что мне делать, куда идти, что предпринимать, чтобы стать хоть миллионером, чтобы иметь хоть 1 миллион евро. Окей, тогда смотри и слушай дальше. Самый простой способ стать миллионером, это выиграть миллион в лотерею. Та-дам! И что? Между прочим, только в Германии ежегодно около 400 человек угадывает 6 цифр. Как лично ты заработаешь свой первый миллион, я не знаю. Но я могу показать тебе, какие отличия существуют между богатыми и бедными с точки зрения их выбора места применения своих знаний, умений и отраслей для вложения своих средств. Итак, кто эти люди? Предприниматели, может служащие, может быть рабочие по найму или, например, отцубис, получающие профессиональное образование люди. В группе миллионеров львиную долю, а именно 73% составляют предприниматели и владельцы бизнесов. Для сравнения, в группе населения с доходом ниже медианы таковыми являются лишь 4%. Здесь как раз наибольшая доля, 53%, это наемные служащие. За ними идет 23%, это рабочие и 17% отцубис. Наверное, вывод тут напрашивается вполне очевидный. Если ты не Дуэйн Джонсон, Эминем или Джоан Роллинг, вариант, если ты не знаменитый голливудский актер, рэпер или писатель, по-настоящему разбогатеть, работая на кого-то, вряд ли тебе удастся. Впрочем, большинство людей творческих профессий также самостоятельные предприниматели. Заработать или получить в подарок миллион – это еще не все. Сохранить и приумножить – вот эта задача и залог стабильного процветания. Далеко не каждому это удается. Как иллюстрируют многочисленные примеры пущенного на ветер наследства или примеры тех же лота миллионеров, которые через пару лет снова возвращались к своему разбитому корыту, остаться миллионером чуть ли не сложнее, чем стать этим миллионером. Как же справляются с этой задачей немецкие богачи? Давай посмотрим, куда эти люди инвестируют свои капиталы. Самая большая доля, более 40%, приходится на бизнес-активы, то есть производственный капитал. В этом случае человек является владельцем или совладельцем предприятия или фирмы. Ранее я говорил, что 73% миллионеров – это предприниматели. Так что нет ничего удивительного в том, что они вкладывают свои деньги в развитие своих бизнесов или покупают доли других компаний. То есть большую часть своих денег они направляют в работу. Это как раз тот момент, когда деньги делают еще большие деньги. Таким образом, бизнес-активы являются самой ценной частью достояния миллионеров. Вторая по величине доля, которая занимает чуть больше четверти этого пирога, приходится на инвестиционную или другую недвижимость. Под другой недвижимостью подразумевается недвижимость, находящаяся в собственности, но не использующаяся собственником в своих целях. Это могут быть дома, квартиры, офисные помещения, которые собственник сдает в аренду другим людям. Третья по величине доля капитала, составляющая чуть больше 18%, вложена также в недвижимость, но находящуюся в личном пользовании владельцев. Значительно меньшую часть, чуть более 10%, составляют денежные накопления. В данном случае денежные накопления представляют собой общее обозначение для целого ряда денежных средств. Таких, например, как деньги на личных счетах, сберегательных депозитах, а также инвестиции в ценные бумаги и инвестиционные фонды. Около 3% выпадают на личное страхование жизни. Это различные страховки, при которых выплачиваются страховые взносы и по окончанию договора человек или его наследники получают накопленную сумму, денег или регулярные пенсионные выплаты. Также государственные виды страхования, такие как пенсионные, от беспомощности, производственное страхование и так далее, включены в эту часть. Чуть больше 1% приходится на владение автомобилем и еще 1% на остальные вложения. В эту категорию входит владение ювелирными изделиями, коллекциями произведения искусства и тому подобное. А теперь давай сравним приведенные данные с таковыми из группы так называемых нормальных жителей Германии. А именно здесь я рассмотрю, как уже упоминалось, половину населения Германии, имеющую в своем распоряжении капитал от 22 800 евро или даже меньше. Итак, та часть вложений, которая в группе миллионеров находится на предпоследнем месте, с долей чуть более 1% в группе нормальных жителей Германии, занимает самую большую долю капитала, более 29% общих нету накоплений. Следом идет недвижимость в личном пользовании, на которую приходится почти 25%. Денежные накопления составляют чуть большую долю, чем в группе миллионеров – 14,5% от общего капитала. За ними следует 13% на приватные и государственные договоры страхования жизни. 8% капитала вложено в другую недвижимость. И еще 7% сбережений приходится на инвестиции в строящиеся объекты и ипотеку. На капитал, вложенный в бизнес, который в группе миллионеров составляет львиную долю, более 40%, в этой группе людей приходится только 2,5%. Еще раз, большая часть накоплений половины всех жителей Германии направляется на владение автомобилем, собственным жильем и денежные сбережения. Также стоит отметить относительно большую часть капитала, вложенного в строительство, что в настоящее время не особо рентабельно. И всего 2,5% вкладывается в предпринимательство. В то время как 1,5% самых богатых людей наибольшую долю своего капитала вкладывают в предпринимательство и инвестируют в недвижимость. Надеюсь, тебе было интересно узнать, куда вкладывают деньги богатые люди Германии. Я надеюсь, ты понял, что самую большую долю инвестиций богатых составляет их бизнес. И благо в 21 веке открыть свой бизнес в Германии и начать зарабатывать первые деньги стало очень легко. Спасибо большое интернету! А если тебе интересно узнать, как можно создать множественные источники пассивного дохода в Германии через интернет, и увеличить свой доход, умножить свой капитал и обеспечить себе и детям безбедную старость, то рекомендую приобрести тебе мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Или вступить в первый русскоязычный закрытый онлайн-клуб по созданию пассивного дохода и заработка денег в Германии через интернет. Все ссылки ты найдешь прямо в описании под этим видео. В книге я подробно описал методы и способы, как можно при помощи интернета создать себе стабильный пассивный доход в Германии, а затем, используя эти деньги, умножить свой капитал в несколько раз. Причем все описанные мною методы в книге прекрасно подходят для новичков. А в клубе ты получишь подробные пошаговые видеоинструкции, как можно воплотить все это в жизнь. Более того, в клубе ты получишь окружение единомышленников, живое сопровождение по всем этапам создания капитала и увеличения дохода, живой разбор всех твоих вопросов, полезные связи и контакты и еще море других интересных вещей и возможностей. Кликай прямо по ссылке под этим видео и узнай больше информации о клубе или книге. Также поставь лайк этому видео, если оно было для тебя полезным и интересным, и поделись им со своими друзьями. Подпишись на мой YouTube канал и не забудь при этом активировать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на темы заработка денег, создания капитала и пассивного дохода в Германии через интернет. Спасибо тебе огромное за просмотр и до новых встреч. Пока.